Проводники в электростатическом поле. Все тела делятся на два класса, в смысле воздействия на них электростатического поля. В проводниках имеются свободные заряды, которые начинают перемещаться по действиям электростатического поля. А в диэлектриках таких зарядов нет. Поэтому в слабых электрических полях диэлектрики не проводят электрический ток. Заряды там не движутся по объему диэлектрика. Проводники в электростатическом поле. Первый факт, который мы должны убедиться, в том, что внутри проводников электрическое поле отсутствует. В состоянии равновесия. В состоянии равновесия слова означают вот что. Если мы приложим электрическое поле, или наоборот поместим в это электрическое поле проводник, то заряды перераспределяются так, что создадут собственное электрическое поле, которое часто обозначают буквой E'. Такое, что суммарное поле будет равно нулю. E равно E0 плюс E1 равно 0. Убедиться в этом можно простым способом. Если рассмотрим один из зарядов, находящихся внутри проводника, то он у нас не подвешен в силу того, что мы решаем электростатическую задачу. Рассмотрим в случае электростатик, когда заряды, электрические поля, заряды неподвижные, электростатические поля не меняются во времени. А если у нас электрическое поле будет отлично от нуля, то на такой заряд будет действовать электрическая сила, и он начнет перемещаться. Что противорит штуклой нашей задачи. Поэтому электрическое поле внедрировано 0. Из этого следует, что объемная плотность зарядов внутри проводника также равна нулю, который буквой R обозначает. Доказательство можно таким образом. Выделим внутри проводника часть объема, окруженную поверхностью S. Так как у нас напряженность поля внутри проводника в каждой точке поверхности S равна нулю, то поток через эту поверхность равен нулю. А по тереме Гаусса поток равен сумме зарядов, находящихся внутри нашей поверхности, деленное на Epsilon с нуликом. Поэтому, уменьшая, стягивая поверхность, так что у нас объем будет стремиться к нулю, можно доказать, что в любой части объема этого проводника зарядная, объемная плотность равна нулю. Значит, первый факт, второй факт. Третий факт, который мы должны рассмотреть, это случай, когда у нас проводнику сообщен некоторый заряд. Натерли янтарную палочку шелковой тряпкой и прикоснулись к проводнику. Заряды избыточные, которых раньше не было на проводнике, распределятся по поверхности так, чтобы сделать равным нулю напряженность поля внутри проводника. И, во-вторых, сделать равное нулю тангенциальную компоненту электрического поля вблизи поверхности проводника, на поверхности проводника, снаружи. Если бы у нас тангенциальная составляющая была отличная от нуля, то заряды перемещались бы вдоль поверхности, что противоречит рассматриваемой электростатическому случаю. Поэтому электростатическое поле, силовые линии всегда перпендикулярны поверхности проводника. Рассмотрим связь электростатического поля на поверхности проводника, используя периму Гаусса. А сколько у нас поле? Значит, рассмотрим, мы выберем поверхность интегрирования в виде поверхности цилиндра. Малой высоты, половина которого может находиться снаружи, за пределами проводника. А вторая половина внутри. Поскольку внутри напряженность поля равна нулю, то поток через внутреннюю половину цилиндра будет равен нулю, через поверхность внутренней половины цилиндра. Силовые линии перпендикулярны поверхности, поэтому здесь они будут пронизывать только крышку. И поток через эту поверхность, крышку, будет равен Е. Поскольку мы взяли маленькие цилиндры, то у нас Е будет почти постоянным. Е умножить на S умножить на нормаль. Нормаль наружную, которая направлена И с проводником. Поскольку у нас нормаль совпадает по направлению с напряженностью, тоже перпендикулярно, то здесь у нас будет просто Е умножить на ночь. Потереме Гаусса это равно суммарному заряду, попавшему внутрь, а внутрь попал кружочек с поверхностной плотностью сигма. На поверхности есть у нас заряды, которые у нас вообще летели, они сбежались по поверхности и образовали поверхностный заряд. Поверхностная плотность сигма в этой точке у нас будет сигма обозначаться. И мы, если он умножает, то найдем заряд, находящийся внутри нашего цилиндра. Это у нас заряд. Заряд внутри цилиндра. Отсюда делаем такое заключение. Напряженность поля вблизи проводника пропорциональна поверхностной плотности зарядов в этой точке. Чем больше у нас плотность зарядов, тем больше напряженность поля. Опыт показывает, что вблизи острых концов проводников поверхностная плотность увеличивается по сравнению с остальными участками поверхности. Поэтому здесь у нас электрическое поле будет больше. Силовые линии будут ближе к другому находиться, и просто так будет больше, чем, например, у этих местах. Где поверхностная плотность незначительна. Сейчас мы этот факт докажем насчет острых концов проводника. А пока нам будет еще интересовать вопрос, связанный с полостью внутри проводника. Если мы внутри проводника выберем полость, то оказывается, внутри этой полости напряженность поля также равна нулю. Доказать это можно таким образом. Методом от профилы. Выберем на поверхности этой полости две точки А и В. И предположим, что у нас силовая линия идет из точки А в точку В. Тогда мы возьмем контур интегрирования, который часть которого проходит от точки А от точки В вдоль силовой линии Е. А часть проходит внутри проводника, где напряженность поля равна нулю. В этом случае у нас циркуляция по замкнутому контуру Э. Это у нас контур, то есть линия контур Э. циркуляция вектора Е умножить на ДА будет, поскольку мы осматриваем случай электростатики, будет равна нулю. Должна быть равна нулю. А циркуляция по нашему контуру выродиться выродиться в то, должна быть равна нулю. Е на ДЛ будет равна циркуляции от точки А до точки В Е на ДЛ. Ну, поскольку они Е и ДЛ будут совпадать, мы специально провели контур вдоль силовой линии, плюс ноль, поскольку у нас напряженность поля внутри проводника по пунктирной части контура равна нулю. А по условию задачи эта величина у нас не равна нулю. Что противоречит постановке задачи. То есть мы вместо данного противного доказали, что внутри полости, вырезанной внутри проводника, также есть также отсутствует электрическое поле или напряженность равна нулю. На этом построен построен устройство электростатической защиты. Электростатическая защита. Сейчас я дам несколько ссылок на видеоролик, где можно посмотреть на эксперименты с электростатической защитой. А пока только идея. Делается проволочная клетка с небольшим шалком. Внутрь этой клетки помещают штутные приборы для человека и клетку эту заряжают до напряжения в несколько тысяч вольт. Например, 100 кинул вольт. А внутри клетки совершенно не чувствуется наличие такого поля. Там могут работать люди на мощных генераторах линейных ускорителей высоковольтных генераторах, которые называются генераторами Ван-Бэ-Гра-А-Па. Лента транспортера бегают так, что с концов щетки, которые трут его, эту ленту снизу, набегают заряды и они снимаются другой щеткой, находящейся внутри сферы. При больших скоростях движения такой транспортерной ленты, транспортер, термоленты, заряды здесь накапливаются до миллиона вольт, 10-6 вольт, а внутри часто устраивают комнату на Барамскую, где за письменными столами сидят линии и работают. Этот миллион вольт им совершенно не мешает, потому что они находятся уже внутри этой полости, а внутри на трижанной стволе давно не летят.